Всем привет! Сегодня рассмотрим тему, которая касается многопоточностей. Мы уже рассматривали, но, как я говорил, будет несколько видео, потому что тема довольно обширная. И надо хотя бы осветить возможности многопоточного программирования в языке C++ и о том, какие возможности предоставляет стандартная библиотека и стандарт языка C++. Ну, сегодня рассмотрим такую штуку, как задачи. В 11 стандарте добавилась многопоточность и добавились, помимо обычных трет-потоков, добавилось еще такое понятие, как задачи. Что это такое? Сейчас мы это рассмотрим. В данном примере у меня три примера. Вот так вот. Есть async, 1, 2 и packageTask. То есть сегодня увидим, что такое async и что такое packageTask. Есть такие шаблонные классы. И для чего они? То есть это все вкратце. Итак, пример первый. Вот у нас есть некая задача. Я ее назвал fTask. Function, типа функция задачи. Которая там принимает какой-то task ID, к примеру, и может вернуть значение. И что я здесь делаю? Я блокирую. Создается статическая переменная mutex. Блокирую для того, чтобы вывести на экран терминала какую-то информацию. И чтобы не было пересечений. Чтобы вывелось полностью. Чтобы не получилось так, что один поток начал выводить. Следующий тоже начал это выводить. И это все слилось воедино. Дальше. Что я здесь вывожу? Ну, здесь, я думаю, вы понимаете. Вы выполняете какую-то задачу. То есть фишка вот этих task задач в том, что это что-то небольшое. Какие-то небольшие задачи, которые просто нужно выполнить. Их можно насоздавать. И дальше, как бы, компьютер их сам выполнит и вернет результат выполнения. То есть это какие-то небольшие задачи. Когда у вас есть ряд небольших задач, то лучше их запихнуть в вот такие вот task. То есть это можно функцию, можно либо лямбду передавать, либо еще что-нибудь. И работать. Итак, здесь я просто вывожу. Беру текущий ID потока. И вывожу номер задачи. И пишу completed. Ну и дальше, случайным образом, определяю время задержки этой задачи. Теперь смотрим на функцию тестирования. Я вывожу главный ID, то есть ID главного потока. Дальше. Вот таким вот способом. STD Queue. Это очередь. Я создаю. Даже не создаю. Ну, я создаю очередь. Очередь чего? Есть такой классик шаблоны. STD Future, который Bull содержит. То есть это, как бы, результат. Сюда я буду помещать функции наши. Вот этот и наша функция, функция нашей задачи, она вот такого вот типа. STD Future. Bull это означает, что функция булевского типа. И дальше. Эту я очередь заполняю. Как я ее заполняю? Вот таким вот образом я вызываю STD Async. То есть это типа асинхронное выполнение задачи. Указываю функцию, либо лямбду этой задачи. Ну, так как у меня функция принимает какое-то значение. В данном случае Unsigned. То вот таким вот образом я помещаю в эту очередь и передаю это значение. Дальше. Дальше. Дальше у меня есть цикл. Но я пока очередь не пустая. Я для первого элемента вызываю функцию Wait. То есть для объектов типа STD Future. То есть рекомендую пройти в справку. В справку. Пойти в справку и посмотреть, какие функции доступны для этих объектов. Ну, для этих объектов доступны функции Wait. И там есть еще Get. И еще там ряд функций. На них останавливаться не будем. Wait. Это означает, я ожидаю, пока эта задача выполнится. Давайте поставим точку останова здесь. И сейчас заполнится очередь задач. То есть это могут быть разные задачи. Соответственно, вы можете сюда там лямбды разные помещать. То есть оно более элегантно будет, если вот здесь вместо F-Task будет просто какое-то лямбда выражение, которое выполнится как отдельная задача. Так вот. Вот эта функция Wait говорит, что мы ждем, пока эта задача не завершится. Ну, задача не завершится в этой очереди задач. И давайте запустим. Так, а запустится у нас не то. Не то. Запустилось. Сейчас я. Так, где тут? Вот. Итак, запускаем. Запускаем. Что мы видим на экране терминала. На экране терминала я вижу отработку вот этого вывода. Вывожу ID главного потока. Сейчас у меня очередь заполнена задачами, но задачи не выполняются. Чтобы поставить задачу на выполнение, нужно либо вызвать функцию Wait, либо функцию Get. Get будет возвращать результат, если он доступен. В данном случае функция у меня типа Boolean. Но этот Get мы посмотрим в следующем примере. Так вот. Либо результат, если он доступен, либо там что-то еще. Я не помню. Надо справку почитать. Что вы, я думаю, и сделаете. Так вот. Вот эта функция Wait. Как бы призывает задачу выполняться. И мы ждем, пока она выполнится. Выполняем. Ждем. Задача выполнилась. И вот смотрите. ID потока и здесь ID потока. Они совпадают. Давайте точку останова я здесь уберу. И продолжим дальше. Вот у нас выполняются наши задачи. То есть время задержки там, как вы видели, генерится. Теперь, что мы здесь смотрим. Мы здесь видим, все задачи были выполнены. Task 0, 1, 2, 3, до 9. Завершены. И мы видим, что все выполнялось в том же потоке. То есть в нашем главном потоке. Это не всегда нам нужно. Не всегда задача требует того, чтобы задачи выполнялись в одном и том же потоке. К примеру, мы можем раскидать какие-то задачи. И главный поток не должен ожидать выполнения этих задач. Главный поток это может быть UI поток, в котором отрисовывается наша UI. User Interface. Соответственно, если наш главный поток, который это все отрисовывает, зависнет, а зависнет на этом этапе, то какие-то элементы будут не прорисованы, будут не обновлены. И, соответственно, если вам критично время отклика главного потока, в этом случае, как мы видим, главный поток ждет, пока не выполнятся все задачи. То есть вот эта задача выполняется в одном и том же потоке. Так вот, если вам важно время отклика, и вы хотите, чтобы все эти задачи выполнились асинхронно, но в других потоках, то для этого есть возможность. И вот смотрим пример 2. Он аналогичен. Все то же самое. Вывожу номер потока. Но при добавлении в очередь, все точно так же std-async, но я первым параметром, вот давайте посмотрим, посмотрим вот где тут очередь, вот сюда. Здесь я просто std-async вызываю и функцию, и ее параметр. Ну, аргумент. Здесь же я указываю способ запуска. То есть std-launch-async. Это означает, что задача вот эта будет выполнена в другом потоке. То есть все задачи, которые таким способом будут добавлены, они будут выполнены в другом потоке. Здесь есть еще такая штука, как deferred. Ну, мы можем через битовую операцию еще это сделать, добавить этот deferred. И тогда планировщик выполнит, ну, сам решит, в текущем потоке это выполнять или в отдельных потоках. Ну, в чем фишка? Фишка в том, что если вы программируете и используете задачи, и используете вот такой вот способ, то задачу синхронизации потоков вы ложите на плечи стандартной библиотеки. Фишка в том, что здесь, ну, в отличие от стандартных потоков, иногда нам нужны обычные потоки, thread. Да, это отдельная функция, отдельная, которая выполняется независимо. Но какие там есть проблемы? Мы довольно-таки проблематично получить результат выполнения каждого потока. Для этого надо заводить какие-то переменные глобальные. Кстати, для этого тоже будут видео, как обмениваться данными между потоками. Но все по очереди. Так вот, отдельные потоки. Дальше. Эти отдельные потоки надо как-то синхронизировать. То есть, мы когда запустили, нам надо все равно контролировать, какие потоки еще работают, какие не работают и т.д. и т.п. Но если вам не нужны вот эти потоки, а у вас по мере работы вашей программы могут быть много-много вот таких вот задач, которые гарантированно нужно выполнять в отдельных потоках, не контролируя их, то используйте, предпочитайте обычным потокам вот такой вот способ. Почему? Потому что планировщик сам решает, сколько потоков действительно надо запустить. И, короче, снимает с вас много-много вот таких вот проблем по контролю потоков, по синхронизации и т.д. и т.п. Но вы здесь должны понимать, что потоки, то есть, эти задачи будут выполняться асинхронно. То есть, в данном случае, таск первый добавится 0, потом 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, нет гарантии, что выполняются они в такой же последовательности. Они выполняются асинхронно. Но сколько потоков будет, это будет решать планировщик. И при дальнейшем развитии стандартной библиотеки и языка C++, этот планировщик будет только улучшаться и улучшаться. Соответственно, при обновлении, при выходе новых стандартов, вы всегда будете получать преимущества этого планировщика, если он будет лучше. Если вы будете использовать вот такой подход. Если же вы будете просто использовать подход потоков, когда вы сами будете стд трэд создавать и выполнять в этих потоках небольшие задачи, то никаких преимуществ вы не получите. Поэтому я советую, если у вас есть ряд небольших задач, где особо ничего контролировать не надо, то используйте вот такой способ. Теперь давайте посмотрим, что произойдет. Вот в данном случае, при добавлении в очередь, задачи уже начнут выполняться. Они уже начнут выполняться. Дальше, я в очереди буду брать самый первый элемент и брать его результат. Так вот, если результат уже известен, то он вернется сразу. Если результат для этой задачи еще неизвестен, то вот здесь будет ожидание этого результата. То есть, значит, эта задача еще не выполнилась. Значит, она еще находится в очереди. Ну да ладно, давайте запустим. Вот я запускаю. И что мы видим? И мы видим, пока я это все переключил, что все задачи уже выполнены. Они были выполнены асинхронно. Ну, в этом случае у нас еще 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они друг за дружкой. Теперь обратите внимание. ID главного потока и ID потоков, в которых выполнялись задачи. Они все разные. Это значит, что в главном потоке вот эти задачи не выполняли. Значит, главный поток тормозить не будет. Ну, если вы не будете вот использовать функцию get, ну, типа ожидать. Теперь смотрите, задачи-то выполнились. Но результат каждой задачи мы можем узнать. Давайте посмотрим на рез. Как мы видим, изменилось на true. Ожиданий никаких нет. Почему нет? Потому что эти задачи при добавлении, они уже выполнились. То есть, в данном случае, управлять запуском, то есть, мы не можем управлять запуском этих задач. То есть, при добавлении, при создании, не сразу начинают выполняться. И планировщик сам решает, в каких потоках, в скольких потоках. То есть, он вполне мог бы себе здесь решить, запускать это во втором потоке все задачи. Либо создать 5 потоков, либо создать 10 потоков. Ну, это все ложится на плечи планировщика. Так, давайте еще раз запустим без отладки. Давайте, вот я запускаю. И что мы здесь видим? Вот здесь мы уже увидели. Здесь, здесь, в чем увидели? 0, 1. Task, ну, то есть, 0, 2, да? Task 0, task 2 выполнились. А первый task, где он, где он? А, он аж почти в самом конце. То есть, как вы видите, есть асинхронность. Вот, 10 task выполнился. 21, 24, 25. Ну, и, соответственно, блокировка основного потока все-таки, ну, можно сказать, была. Я ожидал результат. Можно этот результат не ожидать. Но все равно основной поток, основной вот этот наш поток, все равно он не завершится до тех пор, пока все задачи не выполнятся. Давайте запустим еще раз. Как вы видите, функция main.id.done, вот она. Она, то есть, вот этот вывод std.seout, произошел раньше, раньше, чем отработали все задачи. Но, тем не менее, сама программа не завершилась. Все-таки дождалась выполнения всех задач, и все у нас хорошо. То есть, то есть, что? Если вам, у вас множество могут быть задач, если вам не нужно контролировать и синхронизировать какие-то данные, ну, вы должны понимать, что в любом случае все равно, здесь нужно блокировать какие-то глобальные данные, ну, к которым может доступиться, там, обращаться второй поток. Это понятное дело, это не обсуждается. Но если у вас множество задачек, то предпочитайте все-таки используйте std.launch.async вместо потоков. Потоки тоже важны и нужны. Иногда вот это решение просто не подходит. И для этого нужно создавать 4, 5, 6 потоков. Да, там синхронизировать это все. Да, там перекидывать как-то данные о результатах выполнения. Но все зависит от задач. И теперь третий пример. Ну, это все будет, конечно же, на GitHub. В данном случае это ветки cpp, beginning, и вот здесь вот std.thread.task.a. Ну, а это потому, что я предполагаю, что будет еще b. Я, возможно, если будет время, я дальше пойду по теме потоков и возможностей стандартной библиотеки и языка. Теперь смотрите, есть еще такая штука, как packaged task. Что это такое? В данном случае немного отличается. То есть у нас очередь здесь та же std.future.bull. А здесь packaged task. Что такое? Это то же самое. Bull. Bull это указываю функции, ну, какой тип функции возвращает. И в скобочках ее параметр, тип параметра. Теперь смотрите. То же самое. Так, я заполняю очередь. Задачами. Дальше. Ну, вот я создаю задачу. Дальше перемещаю ее в очередь. В принципе, можно это все вот написать прямо вот тут. Но это я так разделил, чтобы не было длинной такой линии, длинной колбасы. И теперь смотрите. В случае с async мы управлять стартом задач не могли. Packaged task в этом случае мы можем управлять. И можем управлять каким образом? Вызвав функцию get. Функция get как бы стартует, можно сказать, в выполнении этой задачи. Даже не, не стартует. Это вот здесь. Как бы она не стартует, но, короче, ладно. Чуть-чуть не так выразился. Смотрите. Вот я очередь заполнил. Дальше, для того, чтобы стартануть задачу, я беру первый элемент. Какого типа, в принципе, тут уже можно. Ну, это std.packaged.task. И там есть такая, ну, как бы я получаю ссылку на эту задачу. Дальше, если я хочу получить результат, я просто выполняю такую функцию get.future. И это get.future. Вот task.result. Я могу, что я могу сделать? После выполнения этой задачи, вызвать функцию get. Которая вернет результат, если он доступен. В данном случае, функция типа bool. Если же вы вызовете, ну, короче, смотрите. То есть, это я могу получить результат. Но, после того, как задачу запущу. Чтобы запустить задачу, нужно, вот я получил переменную ссылку на эту задачу. И дальше, по классике, как мы вызываем функцию. Вот, открываем скобочки и передаем туда параметр. Ну, аргумент. Только после этого стартует выполнение задачи. И только после этого я могу ожидать результат. Если же я сделаю это до вызова задачи, то вот это никогда не выполнится. Потому что задача еще не была запущена. А я уже ожидаю ее результат. Соответственно, вот здесь все зависит и будет висеть. Для того, чтобы узнать результат, можно сделать вот таким вот образом. Теперь давайте посмотрим. Давайте запустим. Итак, откроем наш терминал. Ничего нету, никакие задачи не стартанули. Берем первую задачу. REST в данном случае, FALSE. И выполняем задачу. Выполнили. Смотрим. Завершена задача. Так, так. Теперь. У завершенной задачи берем результат. В данном случае я там везде возвращал TRUE. Как мы видим, результат получили. Кстати, кстати, было бы хорошо. Че? Правильно. Вывести точно так же ID потока. Чтобы у себя посмотреть и проверить, в каких потоках эти задачи запускаются. Давайте еще раз. Запустим. Так. Ну, как мы видим, в таком случае мы задачами управляем. Но все они выполняются в одном и том же потоке. И, конечно же, они выполняются синхронно. Друг за другом. То есть, какие задачи мы поместили первую. Мы используем очередь. То первую задачу поместили. Первая задача и выполняется. Так, давайте до конца. Все задачи были выполнены. Так вот. Если вам надо выполнять задачу. И не управлять ее запуском. И задачу в одном потоке. С главным. То используем STD Async. Если вам нужно выполнять задачу асинхронно. И чтобы менеджер, точнее планировщик, сам решал, сколько потоков надо запустить. А планировщик за нас это может сделать лучше. Потому что планировщик уже знает, на какой он архитектуре. Сколько реально есть ядер. Сколько реально есть потоков. На какой операционной системе. Ну и все такое. Поэтому он за это сделать, ну, решить сколько потоков, какие задачи запускать. Он может, короче, это решить лучше, чем мы. Так вот. Если вам надо асинхронность и в других потоках, используем STD Launch. Async. Если вам надо выполнять задачи и управлять их запуском, то тогда, и это все в одном потоке. Ну, с текущим, с главным. То используем pocket task. В данном случае мы управляем, мы сами решаем и знаем, когда нужно выполнять эти задачи. То есть мы при инициализации или при старте программы можем создать очередь задач. А дальше по мере работы мы можем, что мы можем. Мы можем решать, какие задачи выполнять и какие нет. То есть это не обязательно очередь. Это может быть массив. В массиве может содержаться не только вот этот тип, а какая-то структура первым элементом. Или пара, которая первым элементом. Вот этот тип вторым элементом, какая-то дополнительная информация. О которой мы будем решать, выполнять эту задачу или не выполнять. Ну, надеюсь, что-то прояснил. И в чем-то вам стало где-то понятнее и что-то новое вы узнали. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.